Сыктывкарский колледж сервиса и связи отныне сможет обучать студентов по компетенциям WorldSkills по четырем направлениям. В рамках национального проекта в СУЗе появились новые мастерские, где можно на самом современном уровне постигать востребованные профессии бьюти-индустрии. Какие перспективы открываются перед студентами, расскажет Александр Карепин. Для любой школы, вуза или колледжа каждое обновление – это маленький праздник. В колледже сервиса и связи сегодня праздник большой. Здесь открылись четыре новых мастерских. Они созданы по стандартам WorldSkills. Прямо здесь можно не только заниматься, но и проводить соревнования по профмастерству. Это было в возрасте уже аудитории. В этой аудитории переделали все, начиная с окна, потолок, двери, стены, логотипы, брендирование. Новые мастерские появились по направлениям «Бухгалтерский учет», «Технологии моды», «Эстетическая косметология», «Парикмахерское искусство». Это столпы индустрии красоты. Преподаватели колледжа и студенты постоянно совершенствуются в своем ремесле. И в каждом им есть, что показать. Появились площадки благодаря нацпроекту «Образование». И уже с первого сентября они смогут принять поток новых бьюти-мастеров. Современное оборудование позволяет еще во время обучения нарабатывать портфолио. Юные мастера-парикмахеры, к примеру, могут сразу здесь сфотографировать свои лучшие работы и поделиться ими в соцсетях. Любому педагогу приятно работать в хороших условиях. И каждый педагог заинтересован в том, чтобы и студенту было интересно учиться. Согласитесь, что в таких мастерских не только студенты, но и нам хочется попробовать себя в новой роли. За два года в Коме открыли уже 25 таких площадок. В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» еще четыре мастерские откроются в этом году в Оркутинском политехническом техникуме. Их планируют запустить уже в этом октябре. Александр Каребин, Евгений Стокас, Роман Боровиков, Юрген Сыктывкар.